Обычно с приблудившимися животными связаны самые разные истории. Одна из них случалась в маленьком поселке. Все как обычно, прибился взрослый пес во двор. Люди его не стали выгонять. Дети дали ему имя Рыжик. Семья пыталась найти хозяина, спрашивали по всему поселку, но никто не объявился. Поначалу Рыжик боялся всех и пряталась при малейшем движении в его сторону. Его подкармливали, давали кашу, мясо, обеспечили водичкой. Он находился во дворе нерегулярно, часто пропадал, но снова возвращался. Каждый раз он был очень голоден. Весной случилось ужасное. После долгого отсутствия пес вернулся с огромной раной и весь в клещах. Отец семьи обработал ранку, вытянули клещей и лечили таблетками. Во время восстановления Рыжик жил у них дома. В тот момент он был слабым и понемногу переставал бояться людей. После длительной реабилитации он снова сбежал. Но через время вернулся и начал приносить мышей во двор. Его знал весь поселок, он часто заявлялся к другим жильцам. Они его тоже подкармливали, но приручить не старались. Рыжик везде ходил за хозяевами, которые его вылечили. Он с радостью проводил женщину в магазин, на автобус, просто прогуливался. Пес любил играть с детьми и вел себя как настоящая нянька. Никогда не лаял на ребят и не злился на них. Жалко было, что иногда оставлял их надолго и убегал в неизвестном направлении. Однажды хозяйка шла в магазин и, конечно же, Рыжик побежал с ней за компанию. На улице они встретили двух собак, которых раньше женщина не видела в поселке и они начали бежать в ее сторону. Но Рыжик не растерялся и вышел вперед женщины. Впервые она услышала, как он рычит и показывает свои зубы. Хозяйка поняла, что с таким псом можно идти куда угодно. Видимо, так он решил отблагодарить людей за спасение и стал защищать женщину. Она быстро прошла дальше, а спустя время Рыжик ее догнал и они продолжили путь. Вот так в жизни все возвращается. Пес, который мог бы давно умереть, в знак благодарности в самый необычный момент проявил смелость и стал на защиту человека. Субтитры создавал DimaTorzok